В эти дни на полигоне в Борисовском районе проходят военную подготовку у студента университета МИЦО в рамках патриотического слета вызов. Его организовали патриоты Беларуси. 14 молодых людей, которые либо связаны, либо хотели бы связать свою жизнь с военным делом, проверяют себя на прочность. По плечу ли задания и парням, и хрупким девушкам на себе проверяла наш корреспондент Дарья Рачко. Это полигон под Борисовым. Второй день патриотического слета вызов. Сейчас идет обкатка танками. Моя задача – уничтожить противника. Оружие в руки и сразу в окоп. Все когда-то бывает впервые. Главное – действовать быстро и слаженно, и без паники. Но правда, это получается не всегда. Перед занятием обязательный инструктаж. Два выстрела по одной мишени, два по второй мишени. Поставили на предохранитель. Повернулись в окопе. Ждем. Танк проехал, гранату метнули. Куда надо гранатой попасть? В район двигатель. Вот, видите, все помните. Молодцы какие. Какая вообще должна быть экипировка для того, чтобы проходить препятствия? У каждого у нас случая должна быть такая экипировка для защиты тела, головы, находится шлем, бронежилет для защиты. Все расскажут и покажут детально, как снародить магазин, правильно сесть в окоп и в какой момент кидать гранату. Внимание, все учебное. Когда ты сидишь в окопе, резко достаешь автомат, начинаешь стрелять, прикрываться, кидаешь эту гранату, сил нет, но так интересно, захватывающе прям вообще. Из 14 тех, кто так или иначе хочет связать свою жизнь с военным делом, представьте 6 девушек. Профессия давно равногендерная, говорит Светлана Пинчук, студентка 2-го курса Международного университета МИЦО. По стопам мамы подавала документы в Министерство внутренних дел. Не прошла, но воплотила вторую свою мечту. Поступила на юрфак. И сейчас пытаюсь взаимодействовать с военной академией, чтобы участвовать в разных мероприятиях и чтобы в последующем определиться уже с местом работы или с местом служения. Оружие можно положить на руку на предплечье и ползти, либо здесь, в курсанке, положить себе на изгибы локтей, чтобы оружие не засорилось в песок, чтобы мы в дальнейшем могли вести огонь. Следующая задача – преодолеть полосу препятствий. Сначала теория, после практика. Ну как? Ну как ты? Ой, очень тяжело. Ну вообще, я хотела в патриотический лагерь милиции, но мечтала всегда. Но не предоставилась возможности пока что. Так что решила попробовать в вооруженных силах, но пока что мне еще надо учиться и учиться. Стартует по четыре человека. Два в пару добежать до цели, остаться в живых и при этом работать сообща. Для Марии Мизевич в привычку была командиром кадетского класса. Сложно, интересно, захватывающе. Вот так было. Адриан Романович на таких полевых сборах впервые. Скоро в университете откроет набор на военную кафедру, поэтому если до начала слета сомневался, сейчас уверен, пойдет. Только положительные эмоции и начинает появляться то самое желание, наконец-таки поступить сюда, на этот самый полигон, чтобы продолжать здесь обучение. Что только за эти три дня им приходится пройти. Огневая подготовка, учебная стрельба, метание имитационной гранаты, техническая, показ стрелкового оружия, разведывательная подготовка, ориентирование на местности и правила выживания. Сложно, но когда такое желание, справиться можно с любым испытанием. В первую очередь защищать свою родину. Считаю то, что это долг каждого мужчины защищать свое отечество и это правильный выбор. Выносливость, сила духа и такой главный навык всегда, когда нужно подставить плечо товарищу. Только так вместе мы сможем противостоять любым вызовам. Дарья Рочко, Анатолий Долотовский, агентство теленовостей.